Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Дом Всевышнего на земле. Священную Каабу сегодня покрывают черным шелковым покрывалом, которое называют Кисва. Покрывало меняют раз в год, обычно накануне Дня Арафа, когда все паломники отправляются в долину Мина и оттуда на гору Арафат. В это время в мечети Аль-Харам меньше всего людей. После того, как Каабу омоют, старое покрывало снимается и накидывается новое. Кисва оборачивается вокруг Каабы и крепится к ее основанию медными кольцами. Верхнюю часть покрывала украшают вышитые золотом из речения Искарана. Из речения Искарана украшают и покрывало, закрывающее дверь в Каабу, которое сделано из чистого золота. В течение нескольких столетий Кисва изготавливалась в Египте как из местных материалов, так и из ткани, привозимых из Индии, Судана и Ирака. Но в 20 веке указом первого саудовского короля Абдалязиза Ибн Сауда в Мекке была основана особая ткацкая фабрика для изготовления покрывала Каабы. И с 1927 года до наших дней Кисва производится уже в самой стране. Общая площадь современной Кисвы равняется 658 квадратным метрам. Состоит она из 47 частей, длина каждой 14 метров, а ширина 101 сантиметр. Материал украшен аятами Корана, вышитыми золотыми и серебряными нитями. На покрывале также имеется вышивка 99 имен Аллаха, слов Шахады и Тазбиха, сделанная черными нитями. На изготовление одной Кисвы расходуется 670 килограммов шелка и 150 килограммов золота и серебра на вышивку аятов. Старая же Кисва поступает в распоряжение хранителей Каабы и Шарифа Мекки. Ее разрезают на кусочки и раздают. Следует отметить, что традиция разрезать старое покрывало на маленькие кусочки и раздавать их паломникам идет со времен правления второго праведного халифа Умара, да будет доволен им Аллах. Что касается человека, первым покрывшего Каабу шелком, то ученые-историки разошлись во мнениях относительно этого. Ибн Исхак сказал, что это был Хаджад Шибн Юсуф Ас-Сакафи. Ибн Кассир сказал, что это был Абдуллах Ибн Ас-Зубаир, да будет доволен им Аллах. Аль-Маварди же высказал мнение, что первым, кто покрыл Каабу шелком, был Халид Ибн Джафар. Группа ученых, в числе которых Аддар Ухутни, приводит историю о том, что Натиля бинт Аджнаб, мать Аббаса ибн Абдул-Муталиба, потеряла Аббаса, когда он был маленьким ребенком. И она дала обет покрыть Каабу шелком, если найдет сына. Также Аля Зруки передал, что Муавия, да будет доволен им Аллах, сделал для Каабы покрывало из шелка. До него кисву меняли каждый год в день Ашура. Муавия же начал менять покрывало два раза в году. Во времена правления халифа Аль-Мамуна кисву меняли три раза в год. Он менял покрывало Каабы на восьмой день месяца Зульхиджа, день Тарвия накануне Дня Арафа, на кисву из красного шелка. В начале месяца Раджаб ее меняли на покрывало из египетского полотна. А на двадцать седьмую ночь месяца Рамадан кисву из белого шелка. Сделать кисву Каабы из белого шелка было решено в двести шестом году Хиджры, когда Аль-Мамуну сообщили, что покрывало из красного шелка изнашивается быстрее других. Когда он спросил, что же будет лучшим для Каабы, ему ответили, что лучше всего будет белый шелк, и он сделал кисву из него. Что же касается человека, который впервые покрыл Каабу, то Аль-Азруки передает от Ибн-Джурайджа, что первым, кто положил начало традиции полностью покрывать Каабу, был Туба, король Хумаюра в Йемене. Впоследствии в доисламский период Каабу покрывали и многие другие. Сообщается, что однажды Туба приехал в Мекку и оставался там в течение шести дней. Во время пребывания в городе он делал жертвоприношения и раздавал мясо жертвенных животных беднякам. И в одну из ночей он увидел во сне, как надевает покрывало на Каабу. Проснувшись утром, он сразу же сделал то, что было показано ему во сне. Во вторую ночь он увидел, что одевает Каабу в покрывало из другого материала. А в третью ночь ему приснилось, что он накрывает Каабу покрывалом из другого материала. Проснувшись, он реализовал увиденное во сне. Таким образом, он получил известность, как первый, кто укрыл Каабу покрывалом. Ассухайли сказал, передается, что когда Туба покрыл Каабу грубой и тонкой тканью, кисва сползла со стен. А когда ее покрыли плотной тканью из пальмовых волокон, эта проблема исчезла. Также Аля Зруки передал по разным цепочкам, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, покрывал Каабу. После него и Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, надевал кисву на Каабу. Также Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, покрывал Каабу египетским полотном за счет средств из казны мусульман. После них Каабу одевали Усман ибн Афан, Муавия, Абдуллах ибн Аззубаир и другие правители, да будет доволен им всеми Аллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.